С любовью о Минске А с понедельника, как будет украшен наш эфир? Не могу раскрыть пока вам эту тайну, но музыкально вы заметите приближение праздников и волшебства. Также мы с вами, други мои, помимо раздачи подарков, будем узнавать об одном человеке. В северный поселок вообще для меня теперь кладезь мест, которые неизвестны в принципе. Там редко прогуляешься так, особенно по частному сектору. Но улицы названы в честь таких людей, которых я не слыхала никогда. В 16 веке Иван Исаевич такое сделал, что нужно обязательно о нем рассказать в рубрике «Улицы в лицах». Я вам еще рекомендую побыть еще также возле нашего приемника. И в следующем часе там будет белорусская музыка и много проектов от моих коллег. Ну а прямо сейчас предлагаю нам с вами приготовиться, взять в руки телефоны и на 9240 отправлять ответ на вопрос. Почему вообще я его буду задавать? Во-первых, потому что это викторина вместе с Министерством Чрезвычайных Ситуаций, который проводит республиканскую акцию «Безопасный Новый Год». Министерство по чрезвычайным ситуациям заранее поздравляет всех с наступающим Рождеством и Новым Годом. И напоминает, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте осторожны при использовании пиротехнических изделий. Берегите себя и своих близких. Я тебе добавлю, сделайте праздник ярким не от горящего огня, а благодаря своему настроению. Вот в одной стране это настроение создает совсем не Дед Мороз. Это известный факт, что Санта-Клауса, Деда Мороза, Зюзю называют иначе в разных странах. Расскажу вам об одном Деде Морозе, как его называют и что он там делает. И вы мне из трех вариантов выберите правильный ответ. В какой стране такой герой новогоднего карнавала? Да, во-первых, там новогодний карнавал, главный герой, Старый Год его так называет. Он ходит в толпе на высоких ходулях, детям рассказывает смешные истории. У нас дедушка пытает детей на стишки, разные загадки, просит разгадать. А там нет, живет папа по Воскуале, так жители этой страны называют своего Деда Мороза. Никто лучше его не умеет устраивать в фейерверке. Мне почему-то кажется, что он работник местного МЧС, потому что правильные фейерверки, и это нужно уметь еще устраивать, а не так. Не каждый это сможет и должен. Папа по Воскуале. В какой стране этот персонаж живет? Три вариантов, один из них верный. Это Колумбия, это Вьетнам, это Турция. Я жду от вас правильного ответа. Тот человек, который первым правильно напишет, в какой стране папа по Воскуале. Или Паскуаль. Ну, Паскуале лучше, да. Папа Паскуале. Тот и попадает в финал автоматически. 9-2-4-0. Жду вас. Я бы еще добавила к любовью, с любовью к себе, потому как мы проводим эту викторину для того, чтобы напомнить вам, как безопасно встретить Новый год и отметить его. Но перед тем, как перейдем к непосредственным вопросам безопасности, Новый год в какой стране проходит вместе с таким персонажем, как Папа Паскуале? У нас Александр в эфире, который знает ответ. Здравствуйте. Здравствуйте. Что за страна? Давайте поведаем тем, кто думал иначе. Это страна Колумбия. А откуда вы знаете? Чисто логически. А, я думала, что это с Колумбией у вас было связано, какие-нибудь, может быть, фильмами о Колумбии. Папа Паскуале такое название португальско-испанское, что ближе всего была Колумбия. Понятно. То есть вариантов Вьетнама вы даже не рассматривали? Нет. Не говоря уже и в втором варианте Турции. Хорошо, Александр, зачитано. Но теперь мы проведем вам допрос с пристрастием. Вы, кстати, как относитесь к фейерверкам, пиротехнике и прочей всякой атрибутике Нового года? Ну, нормально, но не фанат. Ну, запускаете вместе с своей семьей? Да, запускаем. И знаете, как с ней обходиться, в принципе, да, все знаете? Ну, стараемся. Бенгальские? И изучать меры предосторожности. Угу. Хорошо. Гирлянду правильно зажигаете вокруг елочки, выключаете, когда уходите, да? Это так, мои вопросы. Разогревочка, как говорится. Ну, а теперь непосредственно давайте приступим к вопросу. Я хочу, чтобы вы назвали мне то, о чем вообще речь идет. Что это такое? Это нельзя носить в карманах и сушить на батареях. Хранить нужно в сухой, теплой комнате. Перед тем, как приступить к действию, нужно прочитать инструкцию. Это можно купить на рынках, в специализированных магазинах, в канун, рождественских и новогодних праздниках. О чем идет речь? О чем идет речь? Вариантов, ответов не будет. Да вариант один, он сразу на поверхности. Что это такое вообще? Что? О чем речь? Ну, наверное, это бенгальские огни. Бенгальские огни в карманах нельзя сушить на батареях, нельзя хранить в сухой, теплой комнате. Покупают в специализированных магазинах. А, нельзя хранить. Нельзя, нельзя, нельзя. Как сказали бы деткам, так пальчиком погрозить. В карманах сушить на батареях нельзя. Это елка. Елка в карманах. Не, ну подождите. Ну, никто не запретит вам. Просто вы не запихнете. А если, подождите, вы думаете, наверное, сразу что-то такое четкое. Вот если мы говорим про безопасный Новый год, да? Про то, что будет сопровождать наши праздники. Это как все назвать, одним словом. Хорошо, небольшую подсказочку вам сделаю. Так, подсказочка будет следующая. Это изделие в канун новогодних праздников находится на пике популярности. При правильной его эксплуатации оставляет неизгладимые впечатления у всех присутствующих. В противном случае может стать причиной не только пожара, но и серьезных травм. Когда хотите этим воспользоваться, нужно убедиться, что рядом нет случайных прохожих, а дойти на безопасное расстояние от зданий и автомобилей. Ни в коем случае нельзя делать это в сильный ветер в общественном месте. О чем идет речь? Ну же, ну же, ну же. Как это называется, господи? А, у нас уже Блэк Краус в эфире просто запустился автоматически и так ждал ответа. Ну что же, Александр? Это не петарда, но которая запускается в небо. Ну, простым словом, одним. Ну, фейерверк. Ну, в общем, все это что, пи-ра... Пиротехника. О, ну, наконец-то. Александр, ну, надеюсь, это мой долгий рассказ про то, как с этим обращаться, оставить незагодимый вслед в сердцах наших слушателей, и все будут знать, как этим пользоваться. Так? Да. За эфиром расскажу вам, как забрать ваш подарок. Не кладите трубочку. Продолжение следует...